Добрый день, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами своей радостью. Радость заключается в том, что я давно хотела узбекскую посуду, ручные работы. Я осуществила свое желание. Начала я, как бы, мне нужен был поднос для шашлыка, блюдо для шашлыка. Вот такой расписной. Большой выбор, конечно, у них я выбрала в таких красках. Синий-зеленый, синий такой, как мне нравится в жизни. Я предпочитаю такой синий. У меня очень много таких цветов. Даже цветы в огород я сажаю такого цвета. Потом среднее блюдо, которое можно использовать под плов, под дамбламу. Долму, голубцы, как хотите. Опять же, под мясо какое-то. Вот такое блюдо. Классический. Это классический узбекский рисунок. Он повторяется и в тарелках. Вот в косушках. Кисы. Они называются по-хорошему, по-урдетски. Такое блюдо сортировочное, сервировочное. Смотрите, кисы. Вот они вроде бы все похожи. Но, вот, видите рисунок, разница. Тут такие цветочки, там такие. Тут как с арбузиками. Тут же желтый маргангетом. Вот такие. Все они разные. Внутренний рисунок у них разный. Хотя они из одной коллекции. Мне это нравится. Маленькие косушки для каких-то, ну, можно салатик из него поесть. Можно окрошки налить. Что в большую, что в маленькую. Тоже рисунок разный. Вот. Чтобы разность рисунка показывать. Смотрите. И та красивая, и эта красивая. Вот еще, смотрите, сравнение. Рисунок. Все очень красиво. Я свое желание осуществила. А начиналось у меня с маленьких чашечек, которых не было. Которые мне привезли с Турции. Мне понравился узор. И мне навеяло национальной посудой вспомнить. Ностальгия какая-то. Декор. Все. Теперь у меня такая красивая посуда, на которой мы будем кушать. Использовать ее в быту. Одна проблема, куда поставить теперь. Пока-пока. Оставайтесь с нами. Пока. Пока. Пока.